Мы вас очень просим о помощи, о помощи от всех жителей нашего села, села Раскатова. Посмотрите, пожалуйста, наш клуб, который находится сейчас в храмовом здании, в катастрофическом состоянии. Наши дети просто не могут там больше заниматься. В ужасном здании находится всё, и сцена, и потолок, и стены, и полы, и кресла, всё-всё. И запах огнили невозможно там находиться. Холодно зимой в холодное время года, там заболевают детки. В летнее время мы не можем находиться из запаха гнили там, и глубинного помёта, потому что крыша плохая, голуби летают даже во время представления над зрителями. Это всё ужасно. Как развиваться нашим детям? Как их воспитывать? Ведь для нашего села это единственное одушено прийти сюда, нам всем встретиться, всем о чём-то поговорить на собраниях. Просто порадоваться за своих детей, за наших близких, которые здесь поют и танцуют. Так, спросим вас, пожалуйста, реконструируйте, отремонтируйте наш клуб. Я многодетная мама троих деток. Мои детки ходят в клуб, занимаются на кружке. В зимнее время, когда начинается холода, а кружки отменяются, в связи с тем, что в клубе невозможно находиться. Пожалуйста, помогите нам! В момент открытия нашего Дома культуры в нём ни разу не проводился ремонт, ни косметический, ни капитальный. Дом культуры – единственное место, где может собираться всё село для обсуждения каких-то вопросов, для праздников. В нём ведётся кружковая работа, много танцевальных коллективов, вокальная группа. Задействовано очень много деток и взрослых. Помогите нам восстановить наш Дом культуры, отремонтировать его, чтобы мы могли там собираться всем селом. Наш клуб находится в здании бывшей немецкой церкви немецкого Поволжья и является на данный момент, на сегодняшний день, туристическим объектом, памятником культурного наследия. И, конечно же, это ещё один вопрос, который мы хотели бы поднять, не только по технике безопасности, но и понимая о том, какую сейчас мы, наверное, несем уже не только ответственность и гордость за то, что есть у нас такое великое наследие, такой великой истории немецкого Поволжья. Конечно же, мы хотели бы поговорить о реконструкции его. Невозможно достойно встретить паломников, туристов, которые приезжают и которых становится всё больше. Встретить достойно, как хотелось бы, потому что именно внутренние состояния не позволяют. И на сегодняшний день это здание, являясь туристическим объектом, входит в туристический реестр Марксов и Марксовского района. Он находится уже во многих туристических маршрутах. Можно себе представить, что туристы, паломники, количество их увеличивается, но не меняется здесь ничего. Когда приезжают туристы, паломники, нам очень неудобно, жителям, не говоря уже, наверное, всё-таки о работниках культурного этого заведения, встречать их и сопровождать по этому зданию. Люди немножко сарказмом улыбаются, потому что видят, в каком плачевом состоянии находится памятник культурного наследия. Помогите нам возродить и сохранить то наследие, которое оставила нам немецкая Поволжья, не только для паломников и туристов, но и для наших потомков. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!